Все 22 программы в Рио губернатора Вологодчина рассчитаны на ближайшую пятилетку и запускаются уже в этом году. Финансирование на реализацию предусмотрено в бюджете региона. Всего за счет средств областного бюджета для реализации этих проектов мы направляем 28 миллиардов рублей, 5 миллиардов рублей уже на этот год. В приоритете решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Только в этом году на средства регионального бюджета в сумме 6 миллиардов рублей будет переложено 84 километра сетей теплоснабжения. Дело в том, что проблема ЖКХ, как всегда, в периметре наших приоритетов, в периметре моего особого внимания. Держу тему на личном контроле. Веерных отключений и крупных проблем допущено не было, но при этом, естественно, аварии случаются. Для того, чтобы комплексно подойти к модернизации коммунальной инфраструктуры, мы в этом году финансируем это направление в размере 6 миллиардов рублей. И, как я уже сказал, собираемся осуществить работу по перекладке 84 километра теплосетей, отремонтировав или построив 80 объектов коммунальной инфраструктуры. Актуальной остается и тема дорожного хозяйства. Одна из новых программ в Рио-губернатора в рамках стратегии 2.0 будет посвящена вопросам ремонта дорог и обеспечению доступности транспортного сообщения. Шесть новых междугородных маршрутов мы профинансировали по 100 миллионов в год поставили для того, чтобы с запада на восток, порядка 8 часов езды на автомобиле, от Вытигр до Великого Устья, с запада на восток. Отвечая на вопрос президента о приоритетах, Георгий Филимонов доложил, что в числе главных вопросов, которые предстоит решить на Вологодчине, это привлечение квалифицированных кадров здравоохранения, в первую очередь в сельских территориях, а также обеспечить кадрами систему образования. К слову, только в этом году на территории области будут капитально отремонтированы 23 школы. В течение пяти лет планируется отремонтировать еще 52. Кроме того, ремонт ожидается и в 59 детских садах. Большие планы есть и по развитию в регионе сферы физической культуры и спорта.